Добрый день, меня зовут Юрий, мы продаем разные системы видеонаблюдения и в этом видео хочу рассказать про видеонаблюдение линии почему вам стоит рассмотреть это видеонаблюдение в своих проектах софт уже развивается очень давно, мы пользуемся линией лет 10 так точно может даже больше, тогда это были платы видеозахвата мы к ним подключали IP камеры и смотрели с разных компьютеров тогда еще толком приложения на телефон не было но и это было нормально софт плавно развивался, сейчас это восьмая версия и в ней есть эдакие функции, которых мы очень давно ждали прежде всего это распознавание автомобильных номеров то есть просто купив лицензию линии вы можете на компьютере распознавать номер то есть если вы покупаете IP камеру, у вас уже идет лицензия в комплекте и любая IP камера, подключенная к компьютеру с установленным софтом линии позволяет распознавать автомобильные номера что это нам дает? мы можем видеть, кто когда приезжал на нашу территорию с какими номерами а также в линии есть очень мощный инструмент реакции в которых можно настроить по событию в данном случае это распознавание автомобильного номера мы можем настроить события отправки HTTP запроса на какое-то устройство на Алиэкспрессе продаются, да не только на Алиэкспрессе есть и от российских производителей с более удобным и понятным интерфейсом еще и техподдержкой продаются вот такие Wi-Fi реле они работают по Wi-Fi то есть я могу просто взять аккумулятор поставить сейчас аккумулятор и по какому-то событию линия будет сюда отправлять и включать реле с помощью этого мы можем управлять швакбаумом это очень удобная функция ну прям действительно классная не так давно появился видеорегистратор линия на 16 каналов который тоже позволяет распознавать номер по-моему по одной камере и это классно то есть мы купили обычный регистратор вставили в него диск подключаемся к нему с компьютера то есть у техники линии нету веб-интерфейса в классическом виде есть возможность подключения к этим устройствам через интернет через облако через облако по-всякому по-разному и через софт-линию то есть мы просто берем софт-линию подключаемся к этому регистратору и мы как на сервер подключаемся то есть у нас камера является сервером эта камера тоже может прям напрямую давать какие-то реакции то есть мы можем камерой управлять релюшкой без всякого остального оборудования я вот честно говоря не припомню какие-то еще устройства которые позволяют по внутренней сети чем-то управлять например поломалась карта памяти у нас может включиться реле аварийное ну какая-то реле о том что проверьте систему мы можем отправить себе в телеграм уведомление о том что поломалась реле вот с помощью реакции можно настроить много чего интересного и скажем так видеонаблюдение в том виде как вот поставил и забыл вот оно там что-то пишет неинтересно то есть получится так что когда вам нужна запись если вы ей не пользуетесь системой вы туда обратитесь посмотрите и уже жесткий диск там полгода не работает запись не ведется будет питание сдох то есть система видеонаблюдения должна жить сама то есть она должна давать какие-то уведомления по важным событиям не просто движение детекция человека линия это позволяет да не на всех регистраторах да не на ну то есть на компьютере полноценная линия она все может на устройствах в зависимости от устройства например на бюджетных камерах линии там детекция движения она от производителя камеры очень так себе срабатывает дает какие-то ложные срабатывания как и на многих других на компьютере уже получше срабатывание меньше но это должен быть компьютер сервер и так далее можно гибко настроить архивацию то есть много разных настроек какие камеры на какие диски мы будем записывать сложно рассказывать про линию потому что куда ни не ткни везде эдакие функции есть которых нет у остальных например мы можем какой-нибудь таймлапс собрать потихонечку просто отправляя файлы на фтп там каждый час и так далее пожалуйста будут складываться файлы и потом собрать таймлапс стройки например есть какие-то платные функции у линии чтобы это все в облаке делалось а можно это сделать самому бесплатно есть облачные сервисы можно купить себе сервер линии за вполне разумные деньги полноценный сервер которым вы подключитесь как к своему компьютеру с линией отправлять туда запись с IP камер которые где-то там в облаке у линии много разных функций которые очень интересны да есть какие-то странные решения например ни у одного устройства нету веб интерфейса мы не можем просто зайти на регистратор по IP адресу и посмотреть картинку нет так не можем нам нужно обязательно программное обеспечение но оно мультиплатформенное работает на всех на линуксах на макинтошах на виндусе само собой на андроидах и осах и прочим то есть это это хорошо это как бы нормально сейчас это это не что-то такое эдакое но сейчас все должны так делать и вот у линии это так но это не так не у всех вот так отвечу если сравнивать по универсальности ну например у нас были некоторые особенности подключения камер HiWatch к линии вроде как и добавилось но бывали и проблемы что почему-то не добавлялось было и наоборот не получилось подключить камеру линия к HiWatch и это скорее из-за HiWatch но все-таки какая-то несовместимость может быть и это ну такая досадная вещь но есть техподдержка от производителя которая очень сильно помогает они делают какие-то прошивки специально под какие-то проекты сейчас у линии стало достаточно понятно обновлять оборудование раньше для этого была нужна программка Admin Tool то сейчас эта программа встроена прямо в сам регистратор в софт регистратора то есть мы можем зайти как стандартно мы заходим на регистратор камеру во внутренней сети и выбрать обновить прошивку во вкладочке и обновить ее наверное это мелочь да но это настолько удобно и хорошо также есть базовый функционал ну типа там форматирования диска смотрите рабочий он он не рабочий функций в линии много и некоторые функции такие которых нет в других регистраторах и всего я тут не расскажу да я по-прежнему считаю что на многих объектах линия ну может быть будет не идеальным решением точно нужно знать функционал линии и если он подходит покупать мне не очень нравится ценовая политика линии скажем так не всегда удобно ее в удобных местах купить такая ценовая политика у компании что они выбрали несколько перепродавцов в Москве и только там можно всегда купить линию мне не всегда это удобно то есть мне бы хотелось ее возможно покупать напрямую иногда наоборот чтобы это было как-то подешевле у кого-то и не по той рекомендуемой цене есть ведь компании которые любят продавать им нравится продавать дешево да возможно они портят другим рынок но продажи все равно идут они могут дешево продать значит продают значит это нормально как бы из-за функционал там взять четырехканальный регистратор можно взять и дешевле и с теми же характеристиками а то и где-то он лучше то есть у линии могут быть какие-то например четырехканальный рек к нему подключить четырехмегапиксельную камеру в интерфейсе ну в интерфейсе она может не отображаться ну так себе да то есть там нужно какой-то второй поток включать только потому что она рек слабенький старый и он не переваривает четырехмегапиксельные камеры ну так в отображении какие-то могут быть еще моменты ну то есть в записи все есть а вот картинку не показывать какие-то еще мелкие моменты могут быть с линии иногда они досадные но иногда включишь какую-нибудь функцию и кайфуешь от нее поэтому это такое интересное решение о котором нужно знать которое нужно применять обязательно где-то использовать а если нашли какие-то косяки давать обратную связь и видя как развивается линия они почти все устраняют все вот эти недостатки со следующей версии устраняются и это хорошо в общем-то вот такой видеоролик получился спасибо что подписаны на мой канал до свидания